Ииии, снова здравствуйте, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные игры, и сегодня, ребята, мы продолжим играть в великолепнейший Шопкип. Почему продолжим? Да потому что я уж давным-давно её записывал, но после этого прошло довольно много времени, игра полностью преобразилась. Да плюс вы меня просили в комментариях, чуть ли не на каждом ролике были комментарии, типа, Кристалл, запиши Шопкип, а то Перпетум его тоже записывал. Почему ты не записываешь? Типа, крутая же игрушка, поиграть тоже. Ну и вот я решил тоже поиграться, надеюсь, вам понравится, если вам понравится эта игрушка и вообще ролик в целом, то ставьте лайки, обязательно продолжу играть в Шопкип, пройду его как можно больше, возможно, даже открою все перки, способности и тому подобное. Но дело, конечно же, за вами, поддержите вы меня лойсами или нет, так как, ну, я уже играл в неё, может, вам не так это интересно и всякое такое. Ну да ладно, вот здесь мы начинаем в нашем домике, так он приятно, в пустом домике с кошельком денег, в котором есть даже вот такой вот приятель, черепок, тыква, не знаю, что это такое. У нас есть топорики, мечи, всякая кровать, всё очень прекрасно, конечно, но нам это не важно. Пока что мы в свой дом не идём, кроме того, что можно посмотреть на себя в зеркало и сразу видно, что мы прям элитный-элитный торговец такой. Смотрите, одеты стильно, шапочка и улыбочка такая. Хе-хе, я вас всех, я вам всё продам, любую гадость я вам продам. Так, ну ладно, вот наш магазин, давайте сделаем быстренько заказ. Я даже не знаю, что, давайте возьмём тогда щит, наверное, как первый заказ, чтобы быстрее нам начать, я думаю, стоит сделать так. И давайте возьмём, наверное, зелье. Так, place order, всё разместили, здесь немножко переделана система, если кто помнит старый шопки, там совсем по-другому всё это дело было. Сейчас у нас здесь есть такой магазинчик, но теперь мы можем выходить на улицу. Раньше так нельзя было делать, если вы помните. Ещё так же толком строить ничего нельзя было там, ну, очень мало всякого. Всякого было понемножку, но всего было мало, скажем так. О, можно сломать эту стену за 10 тысяч голды теперь, вау, как дорого. Так, ладно, надо дождаться, пока придёт заказ, и пойти показать вам, что же новенького, как конкретно здесь продаётся товар. Сейчас к нам в магазин никто заходить не будет практически, поэтому мы будем бегать сами и сами всё продавать. Да, здесь есть ещё так же куча скиллов, которые позволят нам как раз-таки делать наш магазин популярнее, чтобы к нам приходили люди. Самое, конечно же, главное. Да, здесь есть скиллы, например, я могу так нажать, здесь есть вот такая вот прекрасный листочек, на котором раньше были только вот эти товары, и было немножко скиллов. Но теперь конкретно здесь всё круто сделано, здесь теперь прямо популярность, там, сбор чемпиона какого-то можно нанять, ну, чтобы нас не грабили. Можно портал прокачать, что-то вроде как что-то быстрее нам доставлялось, и антизап, я не знаю, типа от заклинаний тоже, чтобы сражались мы лучше. В общем, куча всяких перков крутых. Кстати, мне всё ещё забавляет эта тема, что у нас три руки, смотрите, оп. Так, ладно, открываем магазин, день первый, и мы идём сразу продавать кому-нибудь, да, здесь нам не нужно ждать, чтобы к нам кто-то в магазин зашёл, кто-то купил наш товар, нет, мы так не будем делать, мы заработаем совсем другим способом. Кстати, ещё можно пробежаться побыстрее кому-то по мусоркам, если мы тихонько что-то оттуда удачим, то можем найти какой-то неплохой ништячок, но пока что мусорки ещё все пустые, поэтому давайте в следующий раз это как-нибудь сделаем попозже, когда там уже что-нибудь приятное появится, там можно еду что-то достать, по-моему, какие-то товары, в общем, много всякого интересного. Так, offer inventory item, margin 100%, нет, это нас не интересует, давайте накинем цену, получается, где-нибудь на 150%, я думаю, так, и offer, да, теперь за 110% мы можем продать ей предмет, и она, скорее всего, его купит, да? Да, она его купила, отлично, quest reward, и я не получил ничего особого на самом деле, для quest reward никаких мне поинтов не дали. Так, этот margin 100%, это, а, стоп, у нас цена не увеличена, ну-ка, кстати, а если я сделаю вот так-то, что будет? Мне больно интересно стало сейчас, насколько будет большой margin, если мы так сделаем. Тоже 110%, ну ладно, что, бери, друг, наслаждайся этим прекрасным, волшебным пойлом, и пусть у тебя в жизни всё будет прекрасно. Так, мне надо что-нибудь подороже, как можно дороже предмет надо находить? Зачем? Затем, что мы продаем на 110%, и чем дороже предмет получается, тем больше денег мы заработаем, это самое главное. Потом мы сделаем наш магазин популярнее, как мы заработаем поинты, и экспу сверху, там, вот, видите, шкала левела, шкала кей-поинтов этих, за которые мне будут давать, за которые я смогу покупать различные скиллы, скажем так. Вот, я могу открыть листок, скиллс, и здесь, например, что-нибудь даже приобрести, шелф. Я могу открыть книжную полку, но мне, ну, точнее, не книжная полка, а просто полку, и на неё что-нибудь ставить, в том числе и книжки. Так, ну, мне пока нет интересует, меня вот интересует популярность нашего заведения, и где она находится, вот, популярность, и что здесь, популярность стоит. Так, на 30%, чтобы стать популярнее, надо, блин, ё-моё, целых 250 кашек, а у нас только нету чертовой какашки, блин. Такс, ну, пока будем просто зарабатывать первые денежки, отличненько. У нас всего лишь первый день, кстати, здесь написано, какие предметы сейчас, типа, пользуются вроде как популярностью, да. Щиты сейчас пользуются, волшебная шапка, кожаные штаны, и Wizard Staff, получается, посох волшебный для каждого из этих ребят. Так, Summer Season, так, Open, Champion Panel, Action, так, это я ещё пока не совсем всё понимаю, я ещё не полностью изучил всю эту новую версию. Ну да ладно, пойдём что-нибудь продадим, кому-нибудь тюхаем. Такс, Аманда, Аманда, подожди, мне нужно чуть-чуть процент увеличить, да, здравствуй, оффер и 110%. Да, отлично, всё продаём, можно попробовать продать щит, я попробовать могу поставить его на полку, может быть, это сработает. Тогда я смогу продать это за гораздо большую цену, чем то, что они вот, как-то я вот так вот подбегаю, я кому-то там что-то продаю. Такс, ладно, давайте побыстренько мы найдём что-нибудь в мусорках, я уверен, что что-нибудь в мусорках уже должно было появиться. Так, отлично, так, никто не видит. Нет, здесь ничего не было интересного, никто меня не заметил. Вроде как, когда я в прошлый раз играл, пробовал, посмотрел новую версию, то кто-то что-то на меня кричал, типа, что, чё ты мусор как там роешься, это моя мусорка. И только я имею право в ней рыться. Так, стоп, здесь, кстати, есть прикол, если нажимаешь на пробел, то он прыгать не будет. Такс. Ну чё это за мусорки-то такие хреновые, хоть в одной-то что-нибудь будет. Такс, здесь меня запалят. Так, ордер реди, всё, пойдём попробуем поставить пока на полочку. Хотя, блин, придётся тогда следить за магазином постоянно, потому что иначе у меня что-нибудь даутащат. Ещё здесь офферингс есть, это вроде еду сюда ставить или что, я не знаю. Какие-то предложения здесь можно будет выставить, но пока ещё до этого не дорос, чтобы понять, как это всё-таки работает. Так, 150 процентов, и нам нужна новая полка, потому что на эти полки нам нужен столик или столик. Разные столики, только разных типов. Такс. Так, как там я ставил-то? А, стоп, пока магазин, ведь пока я не могу их поставить, поэтому придётся продавать так, как уж есть. Ну ладно, давайте ещё зелье закажем. Может быть, кто-нибудь придёт и купит хотя бы одно зелье у меня. Кто его знает. Так, здравствуйте, мадам. А, это не мадам, извините. Вы прекрасный бородатый мужчина. Усатый, усатобородатый. Такс, и давайте закажем сразу новый товар, новый щит. Так, давайте. Ой, фу, блин, не нажал. Place order, всё, отлично. Пока что будем так. Первый день, чего уж там, потихонечку всё сделаем. Можно зайти к себе домой, но тут вроде как ничего полезного. Я не знаю, может мне, конечно, в комментариях написать что-нибудь интересненькое. Что я тут смогу обнаружить у себя дома. Я потом почитаю. Возможно, что-то прекрасное я не знаю об этом мире. Я, конечно, много ещё чего не знаю. Так, order ready, всё. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Заказ забираем. Поп. Блин, шикарная игрушка. Хорошо, конечно, они её обновили. Очень теперь у неё приятно играть. Хотя я в прошлый раз было бы интересно. Сейчас конкретно много всякого добавили. Хотя стало немножко тяжелее, на самом деле. Так. Блин, кнопка минус. У меня это не работает. Фак. Чёрт, за 400% я не могу выставить товар. Так, ладно. Сейчас, секундочку. Так, всё. Я поменял кнопку смены цены, потому что у меня до этого... Здесь, получается, цену уменьшаешь на numpad, справа, получается, минус. Нажимаешь там, и на ту кнопку у меня стоит кнопка записи. Ну, и можете представить себе, когда я бы начал менять себе цену, я бы включал и выключал себе запись. Ну, это было бы не очень круто, согласитесь. Так, ну ладно. Товар мы выставили. Мне должен ещё один новый товар прийти. Он приехал уже, нет? А, стоп, я его не заказал? Я его не заказал, серьёзно? Я только об этом подумал. Фак. Так, здравствуй. Ты не хочешь мне ничего предложить? А, кстати, ещё можно, по идее, купить у кого-то товар. Если у кого-то что-то есть интересное, я, типа, могу это выкупить у них, если нажму buy it, но у них в основном ничего и нету. Ну, в основном ничего нету, потому что, ну, бедный город ещё. Я ещё не успел всем продать, чтобы что-то продать, чтобы потом покупать. Так, мусор. Блин, снова ничего не нашёл интересного в мусорке. Где нормальная мусорка? Серьёзно, я должен предложить людям... О, смотрите, первый покупатель, кажется. Давай, купи, 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 купи. Чё? Чё? Ты оборзела, что ли, или оборзел? Да я тебя... Смотрите, мы берём так, короче, смотри. Ай, ладно, не, не буду. Я хотел ей это обратно продать за 110%, но думаю... Как-нибудь потом, как-нибудь потом. Так, ну, хотя бы ко мне кто-то ходит, и это круто. Так, держи тоже щит. 46 голды получили. Очень мало пока что мы зарабатываем. Ну, думаю, первый день, когда закончится, тогда будет всё у нас здорово. После первого дня я смогу купить себе новый столик и продавать более интересные предметы. Блин, ну тут очень много людей, и типа в мусорке рыться, которые... Которую все смотрят. Давайте вот этот... Этот чувак, кажется, идёт ко мне в магазин. Это мой новый покупатель. Надеюсь, он купит сейчас что-нибудь. Так, я порылся в мусорке. Отлично. Так, ну что, 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 что? Купил! Ты мой лучший покупатель! Люблю тебя. Иди, я бы тебя даже за попку поцеловал бы. Или потрогал. Не знаю за то, насколько ты классный парень. Так, ну ладно. Не об этом сейчас. Давайте попробуем... Нет, хотя... Блин, ну или продать их, я не знаю. Так-то зелье неплохо зашло. За 15 мы его продали, получается. Ну давайте Fire Exist попробуем купить. Посмотрим, как она себя покажет. Блин, надо было ещё купить себе ещё один щит. И пойти кому-нибудь его продать. Хотя лучше кожаную броню, конечно. Так. А, Order in Progress. Поэтому я не смог в прошлый раз заказать предметы ещё раз. Как мне этого хотелось. Но... Эх. Не всё так просто. Так, что такое? Почему в мусорках нет ничего полезного? Я в прошлый раз, когда я в мусорках рылся, я реально находил хорошие вещи. А сейчас не могу ничего найти. Это, блин, меня побежает. Я хочу к кому-нибудь... Там вроде из мусорки можно хавчик достать. Это хавчик кому-то продать потом. Вроде бы, если я ошибаюсь. Так. Та-та-та-та-та-та-та. Блин, тоже пустая. Ну ладно. Фаза день. Фаза день скоро закончится уже. Уже, получается, весь основной народ сейчас гуляет. Ищет себе приключения и тому подобное. Так. Так, зелье мы купили. Давайте купим лезер армор. Одну штуку. Плейс ордер. Всё. Блин, я, конечно, заглупил, что столик не купил. Ну ладно. Исправлюсь я в следующий раз. Так. Цену давайте добавим. 150. Давайте 149 процентов. Чтобы, типа, знаете, как этот... Как в магазинах приходишь, там... 39.99. В таком роде. Хотя, жалко, я не могу вручную ценник выставить. Это было бы гораздо интереснее. Типа, я такой, так вот, так вот, определенную цену поставил. И всё. Как в этом. В Sims, по-моему, так можно было. На товар, который бизнес. Если я не ошибаюсь. Кстати, я всё ещё в идеях снять Sims. Поэтому... Когда-нибудь он будет. Это я вам прямо обещаю. Потому что я люблю Sims. Мне нравится там всякую дичь творить. И не дичь. Так. Слушай. Давай мы тебе продаём. Окей. Окейишки. Шикарно. Так, кстати, у меня поинтов много, походу, накопилось. Скиллов, да? Стоп. 145, а тут 25. Это, типа... Что это значит? Или мне надо ещё 40... Ой, ещё 5 поинтов, чтобы... Получить эти поинты, или что? Я ещё не знаю, что за К-поинты. Как они работают конкретно. Но сейчас узнаем, наверное. Так. Блин, какая всё-таки это прекрасная игра. Люблю такие игрушки, симуляторы всяких магазинов. Ко мне идёт... Это не та самая. Слушай, я готов тебя веником отмутузить, если ты сейчас это не купишь. Марианна Лэйн, The Warrior. Давай. Ну-ка, стоять. Моё зелье решила украсть. Ты чё, больная, что ли? Чё она умерла счастливой? Она хотя бы умерла счастливой, поэтому я могу не переживать и замести её метлой. Так, давай, иди отсюда. Всё, шикарно. Блин, ещё и воры припёрлись. Я и так бомж. Чё у меня воровать-то, блин? Конечно, хотя зайди в такой магазин, в котором никакой охраны, вообще ничего. И гигантское помещение с одним зельем. Ну, да. В принципе, почему бы меня не украсть, да? Так, мусорку никто ничего не кидал невкусненького. Давайте, кто-нибудь, купите мне. Купите, купите мой товар. Пожалуйста. Так, оффер. Стоп, а у меня какой-то товар есть вообще? Я уж не помню. Нет, у меня ничего вроде нету, да? Так, капоинты. 150 штук должно... Я вроде как получил сейчас, да? Нет. А, это столько надо, чтобы только один поинт получить? Вот это жесть. Так, антибёрн. Так, статистика. А, это всё, что я продаю. А где вот здесь квесты? Тут должны быть вроде как квесты, но я не помню, где они. Эх, ладно. Тут ещё что-то пожарить можно будет. Я знаю, что здесь можно будет там растения, всякие садить и тому подобное. Так, Warrior Gold Plated Chest, Wizard Head, Poison Sword, Beat. Вы чё, с ума сошли? Откуда я такие вещи достану, ребята? Ладно. Хватит болтать, надо купить что-нибудь, что можно продать. Я бы хотел меч продать, но, блин. Меч стоит 180, и у меня столько денег нет. Ух, ты покупатель. Ты покупатель или тот самый? Тот самый плохой парень. Давай, попробуй тут. А-а-а, хрен тебе. Нет. Чё одни грабители ко мне лезут-то? Где покупатели-то? Что это вообще такое? Они, главное, видят, что здесь стоит, блин, чувак, как бы владелец магазина, и он явно не обрадуется тому, что у него крадут. Тем более, что здесь уже должны были разойтись какие-то слухи, что когда крадут у вот этого господина, то он обычно их мечом зарезает. То есть, как бы, слухи должны расходиться хоть какие-то. Не надо у меня воровать. Это плохо кончается. Лучше купите. Воровать можете в другом магазине. Я вам разрешаю. Там вряд ли такие люди, как я, суровые. Супермен Зе Вориор? Ух ты, у тебя должно быть прям... Так, ну ладно, 110. Я теперь его одел. Смотрите, как он прекрасно выглядит. Слушай, а можно у тебя купить этот предмет обратно, допустим, по дешевке? Такой думаешь, блин, зря я его купил. Ну ладно, вот, бери его там за сколько я? За 40, например. Было бы прикольно, если я мог перекупить предмет обратно. Так, давайте быстренько за мусоркой какой-нибудь. Блин, да что? Никто мусор не кидает. Всего один покупатель. Ну видите, как не хватает еще популярности. Либо я еще что-то не знаю, возможно, на самом деле, как лучше привлекать. Либо это, типа, первый день, еще мне не все доверяют. Только грабители ко мне хотят ходить. Ну, наверное, эта зелья особо популярностью не пользуется. Хотя я вроде не сильно цену накрутил. Всего лишь за 49%. Я считаю, что это довольно мало. Потому что прошлый шопки я, помню, продавал за 300%. Это как бы, ну, никого особо не пугало и не обижало. Все были довольны. А, ладно, надо еще какой-нибудь товар. Лазерчест закажем. И снова его будем продавать, пока нам не хватит на мечт, который будет приносить большую часть денег. Ну, ладно. Наверное, на этом будем заканчивать. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Этот ролик по шопкипу. И если вам хочется, чтобы были по нему еще ролики, то ставьте лайки, конечно же. Поиграем еще. Пройдем как можно дальше. И сделаем наш магазин самым прекрасным магазином в этой игре. Не просто так же он, Crystal Shop. Я надеюсь, что вы, мои дорогие зрители, также будете приходить ко мне в мой магазин в виде вот этих людей. Если я найду в комментариях Кристин Реднос, я буду знать, что ко мне ходит Кристин Реднос. Это мой подписчик. Я буду считать, что это вы ко мне ходите в магазин. Да. Вот так вот. Поэтому у вас есть возможность назваться Кристиан Лейн, например, еще. Да. Это будет очень здорово. Ну, да ладно. На этом все. Лайки не забываем. Если вы здесь впервые, не забудьте также подписаться. Я всегда рад новым подписчикам. Поэтому подписывайтесь. Можете порекомендовать этот ролик друзьям. Также буду премного благодарен. На этом все. Увидимся в следующий раз. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok